всех приветствую на своем канале юлия иванова сегодня мы с вами испечем вот такое шикарное творожное печенье очень нежное вкусное получается слоистое вкусная вкусная правда обалденная здесь у меня из расчета на пол килограмма делала сразу говорю на глаз но под видео будет на килограмм точный расчет такого печенья кто со мной вперед итак приступим к приготовлению вкуснейшего печенья для этого нам понадобится мука творог сахар и маргарин чуть-чуть соли и чуть-чуть разрыхлителя все больше никаких ингредиентов раз два три четыре основных ингредиентов все так мука 250 грамм 200 грамм творог примерно 150 грамм сахар и где-то 125 грамм маргарин там плюс-минус соли щепотка разрыхлителя чайная ложка примерно и так сейчас я прям смешиваю все это можно миксером конечно сахар оставляем нам в тесте он не понадобится это сюда же все все это замешиваем должно получиться мягкое тесто до миксером удобнее но у меня сейчас нет миксера быстренько замесим замешивается она быстро быстро долго кстати такое тесто вот если в миксером кто замешивает нельзя долго замешивать иначе она затянется и печенье может получиться некачественное не буду даже останавливать камеру на ваших глазах прям все это смешаем сейчас все и получится у нас хорошее тесто чуть-чуть может муки добавим а может и не добавим но такое липковатое сначала заметили сахару ни грамма не ложила в тесто творог если говорю крупные у кого деревенский допустим творог или такой плотный плотный то протереть лучше его через сито все практически готово вот она видите такое липко получается но такое должно быть чуть-чуть можно от муки добавить прям немножко добавлю там у меня было 250 грамм муки даже стакан у меня мерный 220 наверно он да вот такой простой стаканчик 200 грамм он у меня был полный ну да 250 250 сейчас смешаем посмотрим по консистенции какое оно должно быть слишком густое не должно быть она может даже чуть-чуть будет лепиться к рукам ничего страшного маленечко мукой припудрили и все для формировки самого печенья нам даже не нужны будут никакие подручные средства не высечки не выемки просто мы формовать будем так как она есть сейчас покажу как это делается делим вот так примерно вот четыре части разделила нет вот маленько жидкая еще добавлю чуть-чуть добавим еще муки мука всегда разная на работе я пекарям работаю на работе мы делаем у нас совершенно другая мука это из мариера у нас мука хлебопекарная обычная высший сорт сейчас быстренько замесим посмотрим как получится если долго его месить она резиновая получится печенюшки не они должны готовые получится как такие слоистые расслаиваться прям должно все 4 кусочка разделили сейчас будем формовать вот так прям мукой чуть-чуть присыпали делается очень быстро колбасочки вот так раскатали чуть-чуть в муке вот так моментально его прям за 15 минут вот муку если точно высчитать сколько я на глаз просто прямо и от насыпала примерно знаю сколько должно быть весов нет у меня дома поэтому на глаз ну примерно такое так все готовы наши колбаски дальше нарезаем такие бабушечки вот сюда просто насыпаем сахар дальше берете две бабушки вот так макаете пополам складываете еще макаете еще пополам и вот так все теперь на лист смазанный маслом видно там хорошо видно вот берете две бабушки две галушки вот так раз тут сахар пополам вот она как есть пополам складываете вот этой стороной макаете с этой опять складываете пополам и опять макаете все и и таким образом все печенье делается прям за секунды все моментально даже можно смотрите вот накатали вы их сколько прям вот так взяли все порезали калушечек таких нарезать где маленькие кончики соединили вот так и все может немножко не неровные будут разные но я думаю в этом криминала никакого нет можно конечно раскатать в пласт в пласт раскатали стопочкой кругляшков наделали также вдвое вдвое и вдвое сложили все тоже получится печенье будет ровно красиво аккуратно но когда вы раскатываете у вас остаются остатки вы эти остатки потом на муке в основном делают с каждым разом мука прибывает и с каждым разом печенье грубеет после каждой раскатки а вам раскатывать придется ну раза три-четыре это точно а вот так если делать то с первого раза все печенье нежненькие и вкусненькие будут вот пока я вам это говорила уже половина печенье сделано как я его укладываю на какую плотность друг от дружки увидите его прям рядышком можно она не плывет не вплотную но чуть-чуть там зазорчик не дрожжевое вести готов второй видите как быстро делается прям несколько минут и готово допустим пришли у вас гости надо быстро 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 что-то к чаю сделать раз и готово печенье причем вкусное печенье буквально на ваших глазах по-быстрому мы все это сделали сахару где-то 150 200 грамм может уйдет стакан примерно это получится должно где-то пол килограмма печенье из этого вот из этих ингредиентов весь сахар собрали вот так посмотрим вот смотрите один лист и второй лист практически два листа у меня получилось теперь ставим у кого если мощная прям плита на 190 градусов минут 20 смотреть надо как подрумяниться и убирать все встретимся когда печется я вам покажу прошло 20 минут и наше печенье шикарное готово смотрите какая прелесть получилась вот из такого кусочка теста как у нас был получается вот столько печенья стояло она у меня отпекалась ровно 20 минут но опять же у меня плита старой советских времен польская новые плиты возможно будет побыстрее главное чтобы не было здесь она черная сахар чтоб сильно не был когда будете его формовать складывать не надо чтобы попадала сахарной стороной на низ иначе вы его не сможете отлепить не от листа или если будете пергамент застилать вы тоже не оторвете бумагу от сахарного вот этого печенья обязательно сахаром наверх это основные требования для вот этого шикарного печенья все всем приятного аппетита себе я уже заварила чай сейчас с удовольствием буду чай пить с вкусным печеньем всем приятного аппетита и до скорых встреч кому понравилось обязательно оставайтесь со мной подписывайтесь ставьте лайки если вам не сложно всем до свидания до скорых встреч